Меня зовут Сергей Старостин, я занимаюсь, в общем, традиционной музыкой. И благодарен отцу Казмин за это приглашение. Вдобавок, и имя Дмитрия Сергеевича Лихачёва для меня тоже очень знаково, поскольку свою жизнь он посвятил в том числе и исследованиям древнерусской литературы, и вообще древнерусской культуры, и отчасти каким-то образом тоже способствовало моему вхождению в то дело, которым я сейчас занимаюсь. Сегодняшнее выступление, это, ну, скорее, если у нас получится диалог, то будет здорово, если нет, ну, как монолог, я тоже готов к этой истории. Сегодняшнее мое выступление – это попытка оправдать традиционную культуру перед, скажем, да, перед церковью. Казалось бы, традиционная культура, народная песня не нуждается ни в каких оправданиях, казалось бы, да, но, тем не менее, периодически возникают ситуации, в которых, ну, скажем так, народная культура не лучше проповедник считается так, да, вот чего-то такого светлого. И, во всяком случае, связь народной культуры, истоки славянской, обрядовой, например, культуры и песен обрядовых с временами древними, с временами, которые, возможно, еще до крещения Руси, вот, возникли эти обряды. Это, ну, в определенном смысле является таким раздражающим фактором, что ли. Последние несколько лет я как раз занимаюсь проблемой и темой анализа сюжетов песен, которые я пою. Ну, вот, у меня есть какой-то определенный репертуар, и вот я эти песни пою, и много лет я пел их, не отдавая себе отчет, по большому счету, а что же вот в этих сюжетах такого вот особенного, специального, интересного. Вот просто пел и все. И это нравилось мне, это нравилось публике. Но в последние годы я стал глубоко задумываться над тем, а что же я, собственно, пою, о чем. И искать в этих песнях больше, чем, на первый взгляд, в них содержится. То есть попытка трактовки вот этих сюжетов народных песен была мной предпринята. Не знаю, удачно или неудачно, но мне показалось, что большая часть, не только мной петь этого, а вообще вот большая часть традиционных русских песен вполне адекватно отражают все известные каноны православия. То есть нет практически, ну там можно найти какие-то исключения, понятно, да. Но то есть каждый из песен, в каждом из сюжетов можно проследить фактор, который является таким морализующим, что ли, который говорит о высокой морали на самом деле человеческой, который никоим образом не может являться, так сказать, чем-то чуждым, да, для человека верующего. И вот я сегодня просто несколько песен представлю вам, которые, на мой взгляд, как раз наиболее полно, что ли, отражают эту связь. Среди этих песен будут также духовные стихи, которые напрямую затрагивают тему духовности, а будут просто обычные светские песни, ни на что не претендующие, тем не менее. Начну я, наверное, с одной баллады, записанной в Тверской области давным-давно, песню, которую я пел, она мне очень нравилась, необычностью, развернутым сюжетом, но только последние, опять же, повторю, годы вдруг появилась мысль о том, что это одно из приложений мифа об изгнании из рая человека. Вот такую песню я, балладу такую я сейчас спою. Как у нас, как у нас, эй-эй-эй-эй, ай, на синем да на море, Ай-эй-эй-эй, сильная дробь, дробная эта волна. Ай-эй-эй-эй, не пора ли, ой, не пора ли. Ай-эй-эй-эй, ай-эй-эй, ай-эй-эй, нам, братцы, да ну, ребята. Ай-эй-эй-эй, с осеня, ой, моряй, да лоз. Ай-эй-эй, как меня, ой, как меня, эй-эй-эй, ай-эй-эй, ай-эй-эй, темная ночка, ох, дай обнимай. Ай-эй-эй-эй, как и я, ой, как и я, эй-эй-эй, удалуй и дай, мальчишка. Ай-эй-эй-эй, аж на взгой, с горенькой долежу, ой, скрозь зимаи, ой, скрозь зимаи. Ай-эй-эй-эй, ой, кости да суставы, ай-эй-эй-эй, травка, муравка, ох, да пророслай. Ай-эй-эй, скрозь зимаи, ой, скрозь зимаи, ой, скрозь зимаи. Ай-эй-эй, стёжика-дорожка, Ох, да пролегла, Ай-эй-эй, скрозь зимаи, Ой, скрозь зимаи, Ай-эй-эй-эй, ой, сакарные густы, Ай-эй-эй, быстрая речка, Ох, да протекла, Ай-эй-эй, скрозь зимаи, Ой, скрозь зимаи, Эй-эй-эй-эй, прослышно и ушки, Ай-эй-эй-эй, чёрная змейка, Ох, да пропасла, Ай-эй-эй-эй, ой, ай-эй-эй, Ай-эй-эй-эй, ой, руцех да кудёрка, Ай-эй-эй-эй, белая ребётка, Ох, да гнездо бьёт. Ай-эй-эй-эй-эй, ты в моих кудрях гнездо, Ай-эй-эй-эй, ты святой, ой, ты же святой, Ай-эй-эй-эй-эй, ой, белая да ребётка, Ай-эй-эй-эй-эй, народиму, ох, да стороной. Ай-эй-эй-эй, не скажи, ой, не скажи, Эй-эй-эй-эй-эй, ой, белая да ребётка, Ай-эй-эй-эй-эй, что я молод, Ох, да запропалый. Ай-эй-эй-эй, ой, скажи, Эй-эй-эй-эй, ой, белая да ребётка, Ай-эй-эй-эй, что я молод, Ох, да женился, эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, ой. Вот такая история. Еще одна баллада, там же в Фольской области записанная, она необычная по движению, но в общем достаточно такая обычная по сюжету, по содержанию. Королушка. Дело в том, что места эти некогда были под поисковой фляхты, и вот, собственно, поминание короля в песнях, оно осталось, как и многое другое. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну я немножечко поиграю на этих вот дудках веселых вначале Сюжет, который я раньше воспринимал совершенно как такой вот шуточный, ну такой вот смешной забавный сюжет Потом стал вдумываться над тем, ну что же я пою, что ж тут смешного-то, собственно, да, кроме того, что там этот Ванька бежал и под ним еще и мост там валился, собственно, вот и все смешное, что есть Вот, а здесь сразу нарушено было несколько заповедей вот этим Ванькой смешным и что с ним произошло, ну, собственно, я вот вам сейчас спою и сыграю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, опять, вот-вот, да, Ванечке ж беда. Вот так вот. Спасибо. Очень интересный сюжет. На Троицу был записан. Совершенно необычно, я даже не знаю, как его трактовать. В Троице вообще очень много природного, стихийного и, наверное, языческого много. Не в самом празднике, а вот в наполнении, да. Такое удивительное зрелище представлял Троицкий день однажды, когда я оказался в Курской области. И было любопытно проследить весь этот день, все его наполнение. Что там происходит. Утро, раннее утро, чисто наряженные, красиво наряженные женщины идут с пучками веток березовых, с цветами. Идут в церковь, по пути, значит, там умываются в ручье, потом приходит церковь. Церковь прямо разбрасывает по полу, значит, все эти ветки березовые, вот, все цветы. И на коленях практически всю службу проводят Троицкого. Одновременно, участвуя в самой службе, одновременно руками успевая еще венки плести. Такая вот интересная картина. Причем батюшка совершенно спокойно на это реагировал. И когда они выходили из храма, ну, это было чудо, что такое. Просветленные лица и вот так все венка уже готовы березы. А вот, это было начало, да, это как бы отдание Богу. Полдень, день, это вождение хороводов. Это вот радость такая, соединение с землей, пробуждение земли, благодарность вот этой земле. Значит, масштабные хороводы, это в Курской области было повторяется. Вот, и вечер, это такой театр абсурда. Это убивание себя, это вот то, что отдано человеку. Вот он с утра начал такой красивый. Вот, день, опять же, провел вместе с землей. А потом началось, поехало, три единства праздника это называется. Кто уцелел на утро, тот счастлив. Вот, и один из сюжетов троицких песен, в нем главное действующее лицо. Ну, вы знаете, что на троицу обычно юноши подсматривали себе невест, выглядывали в хороводы, да, и поэтому сюжеты троицких песен практически вот содержат в себе вот этот элемент знакомства, вообще все девичьи переживания. Он очень такой девичий, правда. Вот один сюжет, в нем главным действующим лицом является трава. Ну, как необычный, каким-то необычным образом она пробивается. Вот этот сюжет мне очень понравился. Как пошли девки вологи гулять, ой, да люлей, люлей, вологи, гулять вологи, гулять мы траву-то-то, ой, да люлей, люля, мы траву-то-то, ой, да люлей, люлей, переворочень, как пошло трава Богу жалиться, ой, да люлей, люлей, Богу жалиться, Богу жалиться, Христу кланиться, Ой, да люле, люле, Христу кланится, Ох ты, Бог ты, наш ты, Иисус Христос, Ой, да люле, люле, ты, Иисус Христос, Меня девушки поревотолочили, Ой, да люле, люле, поревотолочили, Кверху кореньями переворочили, Ой, да люле, люле, переворочили, От тебя, от тебя трава, О, всегда пара, Ой, да люле, люле, о, всегда пара, О, всегда пара, паровремечка, Ой, да люле, люле, паровремечка, Паровремечка, теплая летичка, Ой, да люле, люле, теплая летничка, Красным девушкам лишь одна пара. Ой, да люле, люле, лишь одна пара, Лишь одна пара, семик труится. Есть такой проект «Душеполезные песни» в составе, значит, меня, Андрея Котова, Леонида Федорова и Владимира Волкова. И вот одна из песен из этого проекта, которую я сейчас хочу спеть вам. Заведу я компанию, заведу я компанию, Я гуляю, веселюсь, я гуляю, веселюсь, Я гуляю, веселюсь, да никого я не боюсь, никого я не боюсь. Никого я не боюсь, я не чую скорой смерти, Подскочила скоро смерть. Подскочила скоро смерть, подскочила скоро смерть, Как упал ровно стравы цвет, как упал ровно стравы цвет. Вы прощайте, друзья, братья, Вы прощайте, друзья, братья, Все, товарищи мои, все, товарищи мои. Не приду я боли-ка вам в компанию, Не приду я боли-ка вам в компанию, И не буду боли с вами осоветовать. Ничто моей душе да не поможет, Ничто моей душе да не пособит, Ничто моей душе да не пособит. Ни имени да не богачество, Ни имени да не богачество, Ни гордость высокоумья, Ни гордость высокоумья. Только моей душе поможет, Только моей душе поможет Ночные земные поклоны, Ночные земные поклоны. Ночные земные поклоны. Наверное, я сейчас пою. Они из разных мест, но они красивые. Я думаю, что они вам тоже понравятся. Один из них монастырский. Пока молод был, и горя не было, возрастать я стал, и горя прибыло. И ой, горя прибылай, куда не пойду, ох, и в беду попаду. И ой, беду попаду, с кем держу совет, ой, никому правды нет. И ой, никому правды нет. Брошусь в здешний мир, ой, пойду в монастырь. И ой, пойду в монастырь, там я выстрою келью новую. И ой, келью новую, келью новую, ой, в три окошечка. И ой, ой, три окошечка. Первое погляжу, ой, надунай реку. И ой, ой, надунай реку. В другое погляжу, ой, разыграюся. И ой, разыграюся. В третье погляжу, ой, разрыдаюся. И ой, ой, разыграюся. Следующий духовный стих. Спасибо. Записан в Тверской области. Грешный человек. Как одел и жарь, грешный человечек, И он по белому свету. Как одел и жарь, грешный человечек, И он по белому свету. Приступили к грешному человеку, К нему добрые люди. Приступили к грешному человеку, К нему добрые люди. Что тебе надо, грешный человечек, Те злато, те серебро, Те злато, те серебро, Те дорогого деяния. Ничего, ай, да на свете мне не надо, Мне не злато, не серебро, Мне не злато, не серебро, Ни дорогого деяния. Те злато, те серебро, Звучит песня. 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 Ах, черная птица, ты ведь опоздала Успел причаститься, ты про то не знала Ты про то, ой, не знала И легко теперь мне во земле лежать И душою светлой на весь мир взирать И на весь мир взирать Ой! Может быть, какие-то вопросы у меня? Я тогда продолжу. Года два назад мне попала в руки замечательная книга «Мысли о добре и для святителя Николая Севского» Я ее прочитал даже не один раз И вообще сделал практически настойный Удивительный слог, удивительно просто И одновременно проникновенно И изложены мысли о добре и злее Через светские примеры И вот, когда я читал Именно Николай Сербский, наверное, наткнул меня на мысль о том Что в народной песне Та мудрость, которая совершенно согласна Или согласована, точнее С законами Божиими Мне приглянулась одна из главок Которая касалась двух ипостасей Марии и Евы Рассуждения Не буду точно, не смогу точно процитировать Но мысль такова, что Ева, приступив Родила Человека-убийцу И направила вектор человеческой истории И жизни вниз А Мария, наоборот Придела спасителей И направила вектор человеческой жизни И истории вверх И вот эта актуальность И та, и другая Вот эти две ипостаси Они живы до сих пор И они в человеческой среде Вызывают самые разные Разговоры, рассуждения и так далее Мне же было интересно другое Мне было интересно попытаться обнаружить Среди всего массива народных песен Ну, в том числе, которые я слышал И знаю Но нечто подобное Нечто созвучное этому сюжету Может быть, мне повезет Я не уверен, что до конца мне повезло Но Вот тот сюжет, который я сейчас пропою Как мне кажется, он созвучен Вот эта мысль Там так интересно Народная движется мысль Завуалированная Завуалированная Вроде бы не очень понятно Текст очень Вроде бы ясный Вроде бы ясный Повествование отеца женщины Надоела жизнь Надо кучила Ему Надо кучила Мне без милого дружка Жить похуже Я пойду с тоски в темные ляски Я пойду с тоски в темные ляски Тёмные ляски Черешевый двор Ей, ой, на Боярский двор На Боярский двор Коротной мамушки Ты приграй, приграй, родная мамушка Ей, ой, присоветуй-ка Мне которого дружка любить Его мне дружка любить Ей, ой, и ближнего Ей, ой, и ближнего А когда не идёт Мне всё письма шлёт Ей, ой, мне всё письма шлёт А как ближний друг Ко мне сам идёт Ей, ой, ко мне сам идёт А как ближний друг Сухотомый я Ей, ой, сухотомый я А как ближний друг О, красота моя Ей, ой, красота моя Ей, ой, красота моя А вот такая вот история Субтитры создавал DimaTorzok